Продолжая свое обещание, радиостанция Вести плюс Луганск, телеканал Луганск 24, в студии ведущий Ярослав Замета, у нас в гостях кандидат технических наук, доцент, директор института транспорта и логистики Далевского университета Вадим Бакадоров. Вадим Викторович, добрый день. Добрый день. А также кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой подъемно-транспортной техники Луганского государственного университета МИИ Владимир Даля, Владимир Коструб, Владимир Алексеевич, добрый день. Добрый день. Ближе к микрофончику. Вот, сейчас мы на нас вступительной кампании, да, и сегодня технические специальности выходят на первый план, на передний план, особенно в вопросах восстановления республики, да, в вопросах развития республики. Ведь машиностроение всегда было как бы такой отраслью Луганской области, там, Варшаловградской области Советского Союза, ведущей, будем мы откровенно говорить, да, и, собственно, инженерное образование в современных условиях. Какие у него перспективы и что нужно сделать для того, чтобы действительно сделать шаг вперед? Мне кажется, для того, чтобы сделать шаг вперед, нужно прежде всего задуматься о повышении качества этого инженерного образования. Почему? Потому что вот санкционная политика Запада, те проблемы, которые несут за собой боевые действия, то есть это разрушение инфраструктуры, это уничтожение в больших количествах подвижного состава, в том числе гражданского транспорта, они приведут к тому, что все это нужно будет восстанавливать, все это нужно будет замещать, то есть нужен новый подвижной состав, восстанавливать инфраструктуру, восстанавливать коммуникации, и для этого потребуются в большом количестве грамотные специалисты. Мы готовы брать и обучать этих специалистов в нашем ВУЗе, именно в Институте транспорта, на наших кафедрах, но для этого, конечно же, потребуется помощь и государства, которую, в общем-то, мы на себе ощущаем, то есть в данной вступительной кампании нам увеличено количество бюджетных мест. То есть госзаказы есть? Госзаказы есть, причем эти госзаказы мы ощутили на себе еще в прошлом году, рост государственных заказов на наших выпускников, а в этом году еще только эта ситуация начинает раскручиваться. Почему? Потому что, очевидно, возрастет потребность в специалистах, транспортниках, в инженерах-транспортниках, на вновь освобожденных территориях, и эта проблема еще, скажем так, назревает. Еще не закончены, к сожалению, боевые действия, поэтому я думаю, что это ближе туда к осени станет наиболее актуальным. Как думаете, это будет больше касаться железнодорожного транспорта, либо все-таки автомобильного? Вы знаете, я бы не отделял таким образом, это коснется всех, это коснется специалистов, которые готовы будут и будут заниматься проблемами железнодорожного транспорта. Почему? Потому что этот транспорт всегда был для нашей страны, ну, я имею в виду Советский Союз, Российскую Федерацию, он всегда был стратегическим и брал на себя наибольший объем перевозок. И вот его как раз придется развивать и восстанавливать в первую очередь. Естественно, никуда мы не денемся от автомобильного транспорта, который тоже достаточно высоко развит и в Российской Федерации, и нам придется в эту инфраструктуру вливаться, и нам придется его у себя восстанавливать и развивать. А раз так, то никуда мы не денемся без помощи, допустим, подъемно-транспортных механизмов, да, то есть здесь придется заниматься и найдется всегда и везде работа и на промпредприятиях, и на погрузочно-разгрузочных пунктах, и на других каких-то... Ну, нам уже ли его восстанавливать, нам лифты минимум в домах нужно будет сделать. И крановое хозяйство на предприятиях, конечно, никуда от этого не уйдешь, поэтому нужны будут специалисты и по подъемно-транспортной технике, которых и сейчас уже ощущается нехватка в республике. Естественно, что нужны будут специалисты-логисты, так называемые, да, то есть люди, которые будут заниматься организацией перевозочного процесса. Естественно, что необходимо будет восстанавливать, а может быть зачастую и строить заново ремонтную базу. И здесь мы вспомним о том, что в каждом транспортном средстве есть двигатель внутреннего сгорания, да, и эти двигатели требуют не только обслуживания, но и ремонта. И наша кафедра двигателей внутреннего сгорания, она тоже готовит в большом количестве и на достаточно высоком уровне специалистов. И сейчас мы активно сотрудничаем, в том числе и с авиаремонтным заводом, нашим луганским предприятием, которое, мы надеемся на его возрождение, на его нормальную ритмичную работу. И возможно, что и там будут востребованы наши специалисты. Ну, если в аэропорт вновь отстроят, если вновь полетят самолеты, то, конечно, уже нужно будет. Я думаю, что полетят. Мы должны в это верить и на это надеяться. Полетят. Обязательно полетят. Владимир Алексеевич, собственно, ваш профиль, подъемно-транспортная техника, уже несколько слов было сказано о крановом хозяйстве, о подъемно-транспортных механизмах, имеется в виду и лифты, и погрузчики, да, что еще можете добавить? Ну, во-первых, я хотел бы Вадима Викторовича дополнить, и если вернуться в добрые старые времена, когда деревья были даже маленькими еще, из парка Горького ходил колесный теплоход, как в фильме «Волга-Волга» в Черное море. То есть у нас должен быть возобновлен еще и речной транспорт, что будет вообще здорово. В принципе, почистить. Ну, судоремонтный завод нам тоже тогда понадобится. Ну, осталось, да. А на судоремонт нам нужны будут также краны, портовые краны, представляете? Ну, понятно, мы не будем, так сказать, рассматривать на тему... Почты, пока не планы, да? Не высеки будут позже, а пока подъемно-транспортная и дорожно-строительная техника, я хотел отметить. Во-первых, подъемные механизмы есть в любом магазине. Да. Из подвала поднимается товар, да, наверх, или опускается из... Да вот эти погрузчики, которые ящики, просто-напросто... Любые складские помещения какие-то, вот. Это и шахты уголь поднимают на поверхность, правильно? Ну, и, в общем-то, все. Это и железная дорога, это любое автохозяйство. То есть спектр колоссальный, это только подъемная техника, да, на подъем-опускание. Кроме того, в нынешних условиях нам нужно восстанавливать дороги, достраивать их. Ведь без развитой инфраструктуры дорожной развитие невозможно. Ведь в Америке в период рецессии большой, да, в 30-е годы, что делали? Строили дороги, по которым ездят до сих пор, и это, во-первых, дало колоссальное количество рабочих мест, а, кроме того, позволило доставлять грузы в любую точку страны. Нам надо сделать то же самое. Ведь зачастую у нас есть не дороги, а направления. А это дорожно-строительная техника. Я вам скажу, что мы получаем даже заявки из России на то, чтобы мы прислали своих выпускников. Но в прошлом году мы столкнулись с таким нюансом, что у нас все учились по госзаказу. Ну, поэтому только все оставались здесь. Да, мы извинились. Если бы у нас был договор, если бы они своевременно побеспокоились. При этом даже вот в прошлогодней ситуации предлагалось 40 тысяч зарплата, плюс соцпакет, плюс оплата... Для молодого специалиста первое место работы. Это замечательно. Даже по российским меркам это очень здорово. Сейчас у нас учатся 4 человека, ну, дистанционно. Ну, это сотрудники МОЗ Дорстроя. Один наш бывший студент, он магистром был, он давно закончил. Сейчас возникла необходимость ему получить профильное, именно профильное образование. Работы, непочатый край, колоссальные зарплаты. То есть перспективы сумасшедшие. Он в этом году говорит, я вам пришлю еще 3-4 своих сотрудников, там, бригадиров, мастеров, для того, чтобы они повышали свой уровень. То есть перспектива колоссальная. В период, когда страна будет однозначно развиваться, и другого пути ведь у нас нету. Я думаю, мы будем впереди всей планеты по востребованности. Другое дело, что специальность достаточно сложная. То есть это техническая специальность, дисциплина. Это чертежи, это математика, это физика. А, к сожалению, нынешний уровень выпускников школьных, как вы знаете, крайне низкий. И это не их вина, это их беда. Потому что все это подвязано на ту навязанную нам, Соросом и его командой, баллонскую систему. Понимаете, я в свое время, наверное, лет 20-25 назад, мне пришлось общаться с ректором одного частного вуза, был такой университет Украина. И эта женщина, грамотная женщина, доктор Номк, ну она гуманитарий, как бы, ну это, ну при этом. Ну у нее свои прелести, да, образование. Она мне сказала такую вещь, а у них преподавали профессура и из Швейцарии, и из Австрии, и из Франции, и так далее. То есть такой очень интересный вуз. Преподавание велось на французском и английском, кроме украинского. Это, говорит, в баллонскую систему вошли аутсайдеры образования всего мира. Ну в первую очередь это европейское, так сказать, образование. То есть задача баллонской системы была подготовить. Нет, не отсеять. Во-первых, отдалить студента от преподавателя. Ведь самое главное, личный контакт. А второе, это вырастить, в первую очередь, грамотного потребителя и кнопкодава. То есть человека, который может прочесть рекламу, может где-то там нажать на кнопочку в условиях автоматизации производства, и потом по указке рекламы или еще чего-то положить свои денежки, отнести, оставить себе там буквально на пачку сигарет. То есть вот задача этого образования баллонска. Усреднение, нивелировка каких-то личных качеств. Уравниловка, уравниловка. Ну и как бы у нас, знаете, как у Маяковского, задрав штаны, бежали за комсомолом. Точно так же все вузы Украины бежали радостно в баллонскую систему, преподнося это как нечто, супер, какое-то достижение. На самом деле... При этом не смотрели, что ведущие в мировые вузы в нее не были. Они к ней никакого отношения не учат. Они к ней все-таки классическое высшее образование, да, баллонская система, оставляйте аутсайдерам. Так вот мы, в общем-то, с Вадимом Викторовичем еще... Я в полной мере ощутил советское образование, я заканчивал... У меня тоже диплом советского образования. То есть я в советское время еще кандидатскую защитил. И вам хочу сказать, что несмотря на то, что у нас были педагоги даже без ученых стипеней, просто с университетским образованием, ну это были высококлассные лекторы, высококлассные преподаватели, которые умели найти и контакт с аудиторией, великолепно знали материал и знали, как научить. Сейчас, к сожалению, эти умения теряются. Ну, а кроме того, система тестирования, система дистанционного... Ну, дистанция это, в общем-то, опять же вынужденная. Нет, в настоящее время это вынужденная. А вот всевозможные эти ЕГЭ и тому подобные вещи, я считаю, это крайне вредно. Вот мы с Вадимом Викторовичем как бы эту тему уже неоднократно обсуждали, я думаю, он добавит. А я хочу сказать, вот у нас маленькая страна. ЛНР это маленькая страна, тут несколько вузов, и мы можем послужить своего рода полигоном для обкатки некой новой системы образования, которая, наверное, будет иметь свои корни в том добром, старом советском образовании. Надо отказаться от требований таких, как обновлять некое методобеспечение там каждые три или пять лет выпускать новые какие-то учебные пособы или конспекты лекций. Если это социально-гуманитарный цикл, это одно. А если это технические дисциплины, ну, смысл переделывать каждые пять лет математику, физику. А, нет, ну, это, конечно, да. Вот если это узкоспециализированный, собственно, все-таки прогресс идет, Там имеет смысл. А фундаментальный технический, то есть собрамат и армия, зачем его переписывать по-новому? Знаете, какая была система? Были в стране базовые учебники, которые были обязательны для использования во всех вузах страны. Во-первых, не было проблем в перепереходе из одного вуза в другой. Как сейчас приходят, начинаются доздачи. Была унифицирована, была унифицирована перечень дисциплин, которые читаются по той или иной специальности. Ну да, часы были унифицированы. А сейчас каждый сам себе режиссер и выдумывает. А сейчас вузы облетают. Ну как это? Что такое дисциплины свободного выбора? Это для творческих, может быть, каких-то профессий, там, я знаю, журналистов, например. Ну, у нас тоже свои приколы. Да, но тем не менее. То есть от этого надо уйти. И в рамках нашей маленькой республики вот этот эксперимент надо сделать. И, я думаю, это может послужить потом образцом для всей России. Своего рода испытательный полигон. Это было бы очень здорово. Ну и, конечно же, отбор талантливых детей. То есть вот какой-нибудь мини-Сириус. Ну, собственно, к Сириусу, во-первых, к Сириусу нас хотят подключить. Это уже и распоряжение Владимира Владимировича Путина, да. Во-вторых, у нас тоже вот свой проект, вот недавно стартовался, «Большая перемена». Так ведь там тоже можно находить талантливую молодежь. И в техническом плане тоже. Можно у нас именно сделать вот такую вещь. Подтянуть сюда казачество, может быть. Подтянуть научные круги. То есть можно это сделать. И, я думаю, найдутся и бизнесмены, которые вложатся в это дело. Ради своих же детей. То есть все это вот то, что нам нужно делать. Причем делать не сильно оттягиваю. Потому что, я думаю, что ситуация сейчас... У нас нет времени на оттягивание. Ну, уже нет. Уже его нет. Все-таки 30 лет, да. Мы потеряли. Да, мы падали. Поэтому нужно это наверстывать. Вообще, как считаете, есть шанс наверстать это все? Конечно, есть. А куда? А другого? У нас другого выхода нет. В пути нет другого. Согласен с вами тут абсолютно. Как много сегодня молодежи поступает на технические специальности, на ваши факультеты? Понимаете, здесь тоже говорить вообще не получится. Есть популярные специальности, даже среди технических. Ну, в ДВС. Нет. К сожалению, она не входит. Какой кошмар. Да, это факт. Вот подъемно-транспортная, дорожно-строительная техника не входит, не популярная. Пытаемся ее рассказывать, показывать людям, говорить о том, что это гарантированная работа, это гарантированная зарплата, подвижной состав железных дорог. Казалось бы, вот перспективы очевидны, да, и вот добавлю, что Владимир Алексеевич говорил о востребовательности наших специалистов в Российской Федерации, не только по подъемно-транспортной технике, с удовольствием берут наших специалистов и железнодорожников, и ДВСников, берут, они находят себе там применение, и автомобилисты находят. Вот автомобили и автомобильные специальности, и специальности, связанные с организацией перевозок, логисты, те более популярны. Ну да, да, да. Все-таки проще, проще выглядит в качестве обучения, то есть там меньше дисциплин общетехнических. Да, вот, точнее, даже не общий, скорее узкотехнический. Да, то есть инженерных дисциплин, там зачастую нет сопротивления материалов, теоретической механики. Сделаем небольшую паузу и продолжим наш разговор. Спасибо. Спасибо.